О, ну Стив просто красавчик. Смотрите, какая красота. И смотрите, как классно смотрятся подснежники и красные листья эпимедиума. Так, всем здравствуйте. Вы, наверное, думаете, что же со звуком, что она там в рот открывает, ничего не слышно. Это я сама звук отключила, потому что я уж так жаловалась, так жаловалась на жизнь, так выражала свое недовольство. Ну, в общем, пар выпускала, выпустила. Теперь можно звук отключить и расслабиться, и рассказать, в чем было дело. Дело было в том, что у нас опять на железной дороге забастовки, естественно, инфляция, народ требует повышения зарплат. Им предложили повышение, но профсоюзы не согласны, хотят больше. В результате у нас такое полупарализованное железнодорожное сообщение, и мне на работу вот этот раз пришлось такими кругами добираться, с пересадками и так далее. Но ничего не поделаешь, как я сказала, есть причина следственной связи, жизнь такова. В общем, приходится как-то смиряться и приспосабливаться. Вообще-то тут на 10 минут на платформе была тирата, что же мне не нравится в Англии, и потом разбор полетов о причинах в следственных связях, почему оно вот работает так, вернее не работает, а не иначе. Но потом я подумала, прослушала все это и решила, что вот тому, что плохо в Англии, нужно прямо посвятить часть какого-то видео вопросов и ответов, или же просто отдельное видео. Конечно, в основном я рассказываю о хорошем, о позитивном, чтобы были какие-то идеи, какие-то такие примеры, с которых брать пример. Но, естественно, есть и недостатки, как в любой стране, как в любом обществе, и нужно просто понимать, почему это так, и каким-то образом к этому приспосабливаться. Ну, по крайней мере, когда понимаешь, это уже не так тебя раздражает. Обычно я наливаю чай и иду работать, вернее, иду осматривать сад. Ну, так как я сегодня буду снимать, то я заварю чаек, попью, а потом уже пойдем гулять по саду, осматривать его. Нужно сказать, что сад выглядит восхитительно. Кругом тишина, слышите, как птички поют. Уже, конечно, весна-весна, хотя свежо с утра. Вчера днем была температура 15 градусов. Так, при таких температурах нужно уже проверять пупимидиум. Мы начали бутоны появляться. Нет, еще ничего нету. Но это очень важно наблюдать и вовремя срезать листья. Именно не рано, потому что все-таки эта шапка огромная листьев предохраняет от морозов. И не поздно. Тогда вы просто не увидите свое цветение. Оно будет у вас под листьями и в перемешку с листьями. Нужно убрать, когда вот поднимутся бутоны, наверное, цветоносы с бутонами, будет правильно сказать, где-то сантиметра на 3 на 4. Тогда вы просто можете даже кусторезом очень быстро убрать всю вот эту шапку красивых красноватых листьев после зимы. И тогда у вас будет шапка, вот у нас желтые они, желтого цветения. Бывают, конечно, и белые цветы. Зависит от сорта. Подснежники кругом. Все покрыты росой. Травку стригли вчера. По четвергам у нас это дело происходит. У меня спрашивали, наверное, новенькие, несколько раз, что это за книжечки стоят. Это могилки, могилы питомцев, владельцев виллы. И, о, ну Стив просто красавчик. Смотрите, какая красота. Он покрыл все это компостом из наших замечательных компостных ящиков. Какая сразу красота и порядок. В прошлый раз мы с ним все пропололи, и он все это покрыл компостом. Ну, просто умничка. Выражу ему благодарность. Вот такой красотой сад нам отплатит летом. Это тот же бурдер. Ну, здесь тоже все очень хорошо. Прекрасное утро сегодня. Сейчас должно быть чудо из чудес. Поляна кропусов. Приготовились. Та-дам! Они еще не очень распустились, потому что, видимо, они реагируют не только на солнце, но и на температуру и утро. Но все равно они такие все стоят, как солдатики, и светятся на солнышке. Ну, и вот у нас подснежнички тут тоже. И смотрите, как классно смотрятся подснежники и красные листья эпимидиума. Ну, бордовые, скажем такие. Посмотрите, какая красота. У нас не одна такая лужайка. У нас их три. И в феврале... То есть это часть луговых посадок. Они начинаются в феврале и заканчиваются, вот когда мы полностью уже скашиваем луга. Где-то в октябре. Вот вторая лужайка. Ну, здесь она под деревьями. Здесь точно нужно будет ждать где-то ланчтайм. Придем, посмотрим, когда они раскроются. Небо абсолютно чистое в данный момент. Так что надеюсь, что будет солнце. И вот вы видите, здесь крокусы. Там уже начались нарциссы. И дальше цветение уже будет на этих лужайках нон-стоп. И орхидеи будут, и скобиозы будут. Ну, в общем, все, что вот можно представить себе на лужайке, все здесь будет. И будет практически вот вся эта территория. Это сплошные лужайки. Вот только впереди. Сейчас чуть заметно, но здесь будет одна дорожка. И потом там еще две дорожки будут прокошены, и все. Остальное все будет дикоросы. Вайбердум или калина. Конечно, потрясающее растение зимнецветущее. Потому что оно, мало того, что зимнецветущее, оно очень долгоцветущее. И у нас оно зацветает два раза. Это место, где у нас много дикоросов и лужайки, это вот этот лесочек. Но здесь у нас меньше крокусов, больше тюльпанов и очень много примур. Ну, потому что кондиция роста другая, больше полутени, и поэтому немножко другая растительность. Английские сады, я люблю это повторять, это управляемая свобода. То есть они растут как хотят, а мы только их немножечко поправляем. Этим летом, вот в этом месте, в лесочке, мы нашли также дикорастущие лилии, которые уже стали тоже делать свою колонию. То есть там не одна и две, а они уже такую небольшую полянку образовали. Это борочь. Я не уверена, как это называется по-русски. Если кто-то мне напишет, буду благодарна. Ну вот, посмотрите, какая у нас красота. Сегодня у нас 16 февраля. Вот так у нас всё красивенько цветёт. Народ подтянулся, и Мартин приехал, и Клинт. Ну, Клинт заскочил просто поживиться компостом для другого имения. А я решила воспользоваться случаем и показать вам викторианские конюшни. Тут ничего не переделалось. Вот вы видите, что как было, так и есть всё. Все перегородки стоят, всё сохранено. Естественно, используется это по-другому. Тут стояли лошадки. Сейчас у нас здесь стоят подпорки. Всё разложено. Так, следующая комната. Здесь, видимо, было какое-то техническое помещение, я так понимаю. Может быть, сброю держали. Все эти принадлежности. Ну, а сейчас вот так вот у нас тут. Мне мужчины подсказали, что здесь, в этом помещении, стояла карета. А где окно, там была дверь. Как полагается, смотрите, здесь лестница. Такая крутая. И наверху там две комнаты довольно больших. Там, я так понимаю, что жили конюхи. Ну, или конюх со своей семьёй. Потому что, ну, помещения просторные даже по нынешним временам. И что я ещё хотела сказать. А, вот. Я вам не показала подробненько. Видите, здесь камин. То есть, всё это дело отапливалось. Но нужно сказать ещё, что в те времена, конечно, погода была холоднее, чем сейчас. Поэтому это нужно было. В общем, у нас перерыв на чай. И, как положено девочкам, я всё это организую. И сейчас пойдём к бассейну пить чаёк. Ну, в общем, перекус. Вообще, у нас два перерыва. В 11 часов чай. Полчаса. И потом ланчтайм. Час, перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мартин у нас этим в основном занимается, я только в небольшом количестве. И вот вам пример до и после. Вообще, конечно, Мартин день и обрезки. И я прибежала снимать вам крокусы, не дожидаясь обеда, потому что погода изменчивая, солнышко уйдёт и они закроются. Может и не закроются, но очень хочется вам снять. Не мне, конечно, родившейся и выросшей в Прибалтике, с прибалтийским климатом, обижаться на погоду, но такова жизнь и так цветочки работают. Вы, наверное, не видите, но здесь огромное количество просто пчёл летает. И сегодня я видела бабочку Red Admiral. Такие большие, красивые, бордовые, с большими глазами на крыльях. Крокусы я вовремя сняла, а теперь можно и на ланч. Солнышко тоже, видите, стали уже закрываться. Ну, вот столько у нас анимоний. Анимонии тоже уже цветут. Рядышком цветёт калина. В общем, сегодня 16 февраля. Повторюсь. Вот это прекрасное растение. Смотрите, какие крупные листочки, да? Очень они шикарные прямо. Это салвия канделябра. И у неё действительно, как канделябры, многослойные, очень длинные соцветия. Буквально сантиметров по 15. Довольно крупные цветы, очень красивого синего цвета. Если у меня сегодня будет время, я обрежу и постараюсь посадить. То есть очеренкую часть. Для черенка мне нужно 3-4 междоузлия. И все листья будут убираться. Наверное, вот так вот обрежу. Верхние листики. В общем, если получится, я вам покажу. Если нет, я вам объяснила. Потому что время мало, работы много. А это я буду делать для себя. Поэтому, ну, вот так вот. Но запомните, если у кого-то есть возможность вырастить, это шикарнейший куст. Салвия канделябра. Огромные, синие, красивые цветы. Её минусы, что она должна быть под прикрытием. Вот здесь, видите, как под крышей. Она растёт под тисовой изгородью. Иначе она, ну, она не очень стойкая к морозам, скажем так. Нежненькая. Только те, кто может позволить, у кого там около восьми климатический пояс. Ну, как вам наш английский февраль? Посмотрите, даже божьи коровки бегают. Кстати, народ, кто соскучился по лету и по другим сезонам, на втором канале, внизу я оставлю ссылочку, вышло видео все 12 месяцев в нашем замечательном английском саду. Что, вкусненько? Вкусненько. Божью коровку ты не обижай. Я ж знаю, ты хороший, ты их не кушаешь. Ну, вот такие у меня помощники. Какая молодец, Марина Вячеславовна. Посмотрите, солнышко-то пропало. Так что не зря сбегала и сфотографировала. Вернее, сняла. Потому что, видите, сейчас они уже призакрылись. Но зато у нас есть другое цветение. Кстати, видите, какие уже почки на Магнолии. Вы видите, как цветет шикарно. Камелия. Огромные-огромные цветы. И как раз вот в видео, где я буду показывать все 12 месяцев, мы с нее брали тоже черенки и пытались ее развести. Но, в общем-то, с таким частичным успехом. И посмотрите, сколько у нас цветения здесь. Огромное дерево, все покрытое цветами. Как я уже тоже рассказывала, думали, орнаментальная вишня. В один прекрасный год. Дерево, которому уже, посмотрите, какой ствол. Не знаю, сколько лет. Больше 50. Решила заплодоносить. Оказалось, алыча. Ну, в общем, ребят, вот так как-то рабочий день прошел. Очень много было сделано, но все же я не успела сделать все, что наметила. Но так бывает всегда. Это не зависит, потому что мы не X-Ray, мы под землю заглянуть не можем. Я думала, успею отчеренковать салвию, но не получилось, потому что занялась Нирин. И они оказались, что у нас луковица на луковице сидит. Мне пришлось все поднять, даже не успела все поднять. И начать все это дело рассаживать. Оставила два больших контейнера на следующий рабочий день. Просто присыпала землей. Они достоят, ничего с ними не случится за пару дней. Ну, в общем, так, да. Было очень продуктивно, очень всего много. Работала не одна, приехал Мартин и даже Клинт. Но Клинт показался только, чтобы забрать компост для другого имения. Кстати, я ему заказала сделать фотографии с сада. Я сама не была в том саду, потому что мне предложили там работать, но мне неудобно добираться, и я отказалась. Поэтому, в общем-то, я ни разу не была. Но так как дизайнером был Мартин, там должно быть круто. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Давайте как-то с юмором относиться к негативу и ценить все позитивное, что встречается в нашей жизни. Весна идет, у нас она уже практически наступила, и к вам она доберется тоже, рано или поздно. Всем пока-пока. Всем всего хорошего, здоровья, верного неба над головой. И до новых встреч. Пока. Не забываем ставить пальчик вверх, писать свои комментарии. Кстати, пишите, что вы хотите, чтобы я вам рассказала и показала, потому что у меня где-то 10 тем наперед есть. Но хорошие идеи всегда приветствуйте. Итак, всем еще раз всего доброго и мирного неба над головой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok